Девушки отдыхают Математика. Точная наука. Но если речь идёт о разделе наследства, родственники забывают элементарную таблицу умножения. Почему после смерти матери родные сёстры стали злейшими врагами, узнаем в суде. Я с ним и к психологу ходила, и на секс-тренинги записала, где научили меня делать массаж горячими мандаринами. Какими мандаринами, Марин? Да простыми мандаринами. Жена устала тянуть на себе воз мужских измен. Она готова развестись и просит честно разделить имущество, но муж отказывает ей даже в этом. Она говорит, что вот у меня лайки, и то к ней тоже добавляются. И почему тогда ко мне предыдущие? Ну, я же им ответственно не лайкаю. Слушайте, вы семью создали, ребёнка родили. Вы вообще о чём здесь в суде говорите? Юные родители успели родить ребёнка. Только оторваться от любимых гаджетов не успели. Теперь жена готова развестись с мужем из-за страшного предательства. Измены через интернет. Истец Елена Купина подаёт иск об определении её части наследства в виде денежного вклада. Ответчик Марина Силкина иск не признаёт. Заинтересованное лицо Ольга Силкина поддерживает сестру. Слушается дело о разделе наследственного имущества, а именно об определении части наследства в виде денежного вклада в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, который составляет одну треть всей наследственной массы. Истец Купина Елена Николаевна. Ответчик Силкина Марина Николаевна. Заинтересованное лицо Силкина Ольга Николаевна. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, два месяца назад у нас умерла мама. Мама умерла. Завещание оставила? Мама оставила... Нет, завещание мама не оставила, поэтому мы будем вступать в наследство. По закону? По закону. Есть три наследника. Три наследника. Это я и две мои сестры. Они как раз являются ответчиками. Двое ваших сестёр. Какое наследство открылось после смерти вашей матери? В чём оно заключается? Если не считать личных вещей и предметов обихода, который мы по взаимному согласию решили оставить старшей сестре Ольге... Старшая сестра Ольга у нас кто? Хорошо. Все наследство представляет собой денежный вклад в банки как раз на сумму 1 миллион и 300 тысяч. У меня с собой здесь выписка со счёта, собственно, свидетельства о смерти мамы. И вторая половина имущества – это двухкомнатная квартира в Подольске общей площадью 29,6 квадратных метра. Её оценочная стоимость составляет 2 миллиона и 600 тысяч. 2 миллиона и 600 тысяч. Почему вы говорите, что 1 миллион и 300 – это одна треть? Совершенно верно, Ваша честь. Если сложить всё вместе наследство и перевести... То есть денежный вклад и стоимость квартиры... Да, денежный вклад и стоимость квартиры вместе будут представлять собой 3 миллиона и 900 тысяч рублей. То есть вы предлагаете таким образом разделить наследственное имущество, денежные средства в размере 1 миллиона и 300 тысяч передать вам. И квартира, соответственно, совершенно верно. Сёстры постоянно проживают в Подольске, и им будет подручнее поделить квартиру поровну. Дело в том, что я прилетела сама из Норильска. Я там проживаю уже больше 10 лет со своей семьёй. Квартира находится в Подольске. И, как вы понимаете, на таком расстоянии я не смогу как бы ничего с ней сделать. А почему бы вам всем вместе не продать, допустим, квартиру? Ну, к примеру. А где ж я жить-то буду? Ваша честь, дело в том, что в квартире постоянно проживает Ольга. Старшестка. И она там прописана. Но наследуем мы квартиру все втроём. И в силу того, что я нахожусь на удалённости... Вы не сможете пользоваться своей долей. Конечно, да, хотелось выделить свою долю имущества деньгами. Документы передайте, пожалуйста. Ваша честь... У вас имеется, минуточку, отчёт об определении рыночной стоимости квартиры наследственной. И она составляет 2 миллиона 600 тысяч. Совершенно верно. Свидетельство на квартиру, свидетельство о смерти. Согласно выписке из банка, денежные средства, находящиеся на счёте умершей, составляют 1 миллион 300 тысяч. Слушаем ответчика. Ваше отношение к ИСКО? Я категорически не согласна. Я считаю, что квартира должна делиться на троих. Также счёт, который лежит, тоже должен делиться на троих. То есть вы возражаете против ИСКО? Конечно, мне не устраивает такая позиция. Потому что в данной квартире у нас проживает наша сестра Ольга. Проживает она с того момента, как наследство, полученное от мужа, комнату она пропила. Её мама из жалости туда поселила. А это была моя квартира, и я имела полное право. Соответственно, воспользоваться данной недвижимостью я никак не могу. Ваша честь, там не удалённо это будет сделать практически нереально. Вы посмотрите, как здесь можно жить в этом сраче, простите за выражение. Не прощу за выражение в суде и оштрафую в следующий раз, если ещё раз повторится такое. Хорошо, извините. Нормальная квартира, товарищи. Это не нормальная квартира. Квартиру просто убили. Соответственно, жить я там не могу. Да и зачем? У меня есть своя жилплощадь. Поэтому продать я свою долю тоже не могу, потому что там живёт сестра. Которая молочится потом. Там живу правильно. Да, потому что там живёт сестра. И она зарегистрирована в этой квартире, да? Она зарегистрирована там. Да, и что он предлагается? Поэтому мы делим на троих имущество, совместно продаём, покупаем Ольге на её долю комнату. И спокойненько все расходимся. Я прошу прощения, но это очень важно отметить, что Марина всегда была очень хитрой. Я вам сейчас поясню, почему она так хочет сделать. Почему она считает, что на три части нужно делить? Потому что она прекрасно понимает, что я заберу свою одну третью часть от вклада, так? И улечу обратно к себе в Норильск. У меня нет возможности заниматься всеми этими вещами. Вот здесь так долго времени. Смотрите, сколько я на билеты только буду тратить. Ну а зачем вам заниматься? Оставьте доверенность и занимайтесь, сколько вам нравится. Нет возможности. Вы понимаете, как я продам третью часть квартиры? Доверенность дадите сестре. Там меньше десяти квадратных метров, так? Нет, такую квартиру, конечно же, нужно продавать целиком. Даже если удачей мне подвернётся покупатель, кто купит эту квартиру с таким соседом? Неадекватной пьющей женщиной. Какой женщиной? Там только я живу. Вот с вами, собственно, вместе. Поэтому Марина замечательно придумала. Она остаётся с квартирой, она остаётся с деньгами в полном шоколаде. Нет, это ты замечательная. Хорошо, естественно, поняла вас. Пожалуйста, ответчик. То есть вы возражаете против данного эска? Я возражаю. Возражаете. То есть Елена у нас приезжает только за наследством. Когда у нас умер папа, она приехала только получить наследство после... Марина, так дело отношения не имеет. Имеет. Очень прямое даже отношение. Болела мама очень сильно. Я тебе звонила, говорю, Лена, хотя бы приедь. Хотя бы приедь, попрощайся с мамой. Ты даже не приехала. Послушай, это на моей совести, Марина. И мы сейчас совершенно не об этом разговариваем. Так, всё. Я с деньгами тратилась. Я с удовольствием буду с нами отчитывать. Ну хватит уже. Хватит выяснять отношения. Хватит выяснять отношения. Не кричите. Вот, видите. Она хочет уехать. Видите, не кричите. Ничего не делать. Взять деньги и всю ответственность переложить на других. А ты хочешь взять на долю денег и стать одной хозяйкой? Я предлагаю сделать доверенность. Оштрафую сейчас вас. Продадим вместе. Поделим. Сначала деньги, потом квартиру. Уже всё. Закончили выступление. Заинтересованное лицо. Ольга Николаевна, ваше отношение к иску? Я что хочу сказать. Вот, мне кажется, вы человек умный, и вы всё поделите. Мне тоже так кажется. Вот, да. Вот, мне, например, всё равно, как поделить. Мне главное, чтобы угол был, где жить. И что есть было бы. А кормить я буду опять. Вот. А ты куда денешься, ты сестра моя? А, ну вот, как всегда. А Оле на большие деньги ненужные, да? Они Марине пригодятся. И будет на что ремонт сделать, и покормить на что будет, да? Заинтересованное лицо. Ну так если вам всё равно, это говорит о том, что вы, в принципе, не возражаете? Против чего? Конечно, надо не возражать, или лишь бы накатить, и всё. Вы знаете, что после смерти вашей мамы остался миллион триста тысяч? Это много. Это много. Вот, ваша сестра хочет эти все деньги забрать. И бог с ней пускай забирает. Я больших денег не люблю. Да, и любит Марина. Большие деньги, вот как бы, у меня слабость есть. А при больших деньгах можно и упиться до смерти. У меня муж так упился. Ну, а если не пить? А, например, на эти деньги поехать отдыхать? Слабость у меня. Ваша честь. А Марина тем временем может получить опеку по недееспособности Ольги. И тем самым она останется из квартиры, и с деньгами. Так я бы с радостью, но извините, она поедет со мной в Норильск. Не знаю. Мне вообще вам всё равно. Там холодно. А она же в Подольске, они всю жизнь прожили. И потом я летать боюсь. Даже только самолёт. Я летать боюсь. Тут удаляется для внесения решения. Далее в программе. Я с ним и к психологу ходила. И на секс-тренинги записала, где научили меня делать массаж горячими мандаринами. Какими мандаринами, Марина? Да простыми мандаринами. Женская месть страшна. Оскорблённая жена решила оставить мужа без средств к существованию. И её совершенно не волнует, как он будет жить дальше. Она говорит, что вот у меня лайки, и то к ней тоже добавляются. И почему тогда к кому-то... Ну я же в ответ, что не лайкаю. Слушайте, вы семью создали, ребёнка родили. Вы вообще о чём здесь в суде говорите? Измена в интернете. Как это? Виртуальный секс? Встречи в скайпе? Или переписка на сайтах знакомств? Разберёмся в зале суда. А, Марина, я разговаривала с риэлтором, да? А я разговаривала с риэлтором. И всё, и тебе всё равно. И маму я лечи. И храни всех я. Хоть копейку бы. Ты на коробу не переглазила. Голова валит. Ни времени, ни места сейчас. Жила бы две годы, бы по-другому смотрела. Да, конечно. А я же не живу, да. А сейчас, чтобы я не работаю. Прошу садиться. Суд оглашает решение. Суд принял решение в иске о разделе наследственного имущества по предлагаемому истцом варианту отказать. Суд не производит раздел имущества по предложенному варианту. А именно, истеца просит передать в собственность ей денежный вклад, а ответчице и заинтересованную лицу доли в квартире. Суд принимает данное решение в связи с тем, что денежный вклад является делимым имуществом. И правило о преимущественном праве на его раздел не распространяется. Действительно, Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно статьей 1168, предусмотрена передача части наследственного имущества, если оно является неделимым одному из наследников. Но в данном случае денежные средства, безусловно, можно поделить. Поэтому суд принимает именно такое решение, отказывает в эскизцу. Денежные средства будут разделены между сестрами, то есть между наследниками. Уж как вы будете ими распоряжаться, это ваше дело. Я думаю, что вы найдете возможность, чтобы сестра ваша была не в обеде. В то же время суд разъясняется, что, истица, когда вы станете собственницей доли в квартире, вы можете данную долю свою продать вашим сестрам. Они могут выкупить ее. Во всяком случае, вы можете поставить такой вопрос. Что же мы с родной квартиру покупать будем? Вы слушаете, что суд говорит? Вам потом все пояснят ваши сестры. То есть вы можете свою долю продать, если они, конечно, согласятся. Либо по предложенному варианту, ваша сестра предложила продать целиком квартиру и денежные средства разделить, и на ту долю, которая причитается вашей старшей сестре, ей приобрести какое-то жилье. Тем более у нее же доля и в денежном вкладе тоже есть. То есть, в принципе, вопросы решаемые. Как бы ваше желание понятно, но оно нарушает права других наследников. Поэтому суд вам отказывает. Дело закрыто. Хороша справедливость. Теперь у меня куча головной боли и проблем с риэлторами, с перелетами, с затратами. А все так, как должно было быть. Все по закону. Все поделим на троих. Квартиру продадим. Ольге купим комнату. Да, правильно. Это царик. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Слушается дело. Елена Кутьина. Что случилось? Все нормально. Может быть, вам требуется врач? Нет, нет, нет. Судья. Она ранима. Ваши действия совершенно недопустимы. И ваше счастье. И счастье, наверное, всех нас, что ребенок будет расти в семье. Меня до слез довели. И эмоционально. Ну, объясните мне, как можно любить человека и не хотеть от него родить ребенка? Она кокетлива. Что? Ничего. Ага. Умна и беспристрастна. Вы выбирайте, пожалуйста, слово. Я его шантажировал, я ему угрожал, я его предупредил. Я его предупредил. А, вам нравится слово предупредил? Мне нравится слово предупредил. А по сути, это вообще-то не меняется ничего. Смотрите «Дела семейные» с Еленой Кутьяной по будням на нашем телеканале. Истец Мария Иванова выдает иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Ответчик Артем Иванов с иском не согласен. Прошу садиться. Слушается дело по иску о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Истец Иванова Марина Владимировна. Ответчик Иванов Артем Владимирович. Истец, пожалуйста, изложите ваши требования. Ваша честь, я хочу подать иск о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Дело в том, что у моего мужа появилась другая женщина. Новость о его измене стала большим потрясением для меня. Он стал постоянно опаздывать поздно, приходить с работы. То пароль поставить на мобильном телефоне, то вообще я нахожу чужие женские вещи у него в бардачке в машине. Я с ним и к психологу ходила, и на секс-тренинги записалась, где научили меня делать массаж горячими мандаринами. Простыми мандаринами, Марин. Да, простыми мандаринами. Ваша честь, эта вещь вообще потрясающая. Подогреваются мандарины, потом плавно проводятся по телу любимого человека. И я вообще не понимаю, как вот после такого вообще вот можем мне изменять. После мандаринов? Да я и по-разному. Я и так пробовала, и так пыталась. Я женщина такая, которая хочет выйти замуж раз и навсегда. Что-то незаметно, Марин. И как бы я хочу, чтобы вы нас развели, потому что сил моих больше нет. И хочу, конечно же, да, чтобы имущество совместно нажитое мы разделили пополам. Какое имущество у вас есть? У нас была машина приобретена в браке. Toyota Camry. То есть в браке приобретена машина Toyota Camry. В браке приобретена машина, да. Стоимостью? 1 миллион 617 тысяч рублей. Так, еще что? Когда приобретена машина? Примерно полгода назад это было сделано. А в браке сколько вы состоите? 7 лет. Каким образом вы просите разделить машину? Ну, либо как бы, чтобы он продал машину и стоимость поделить. Супер не может обязать продать машину. Можно разделить либо стоимость, и кому-то из вас может быть передана машина в пользование. Кто пользуется машиной? Дело в том, что вообще машина зарегистрирована на моего супруга. А кто ей пользуется? Я. Он. Он пользуется. Понятно. То есть в этом случае вы просите оставить машину у него и взыскать половину денежной суммы. Машина стоимостью 1 миллион 617 рублей. Пожалуйста, передайте суду документы. Пожалуйста. Что у вас еще? Свидетельство о браке? Это да, свидетельство о заключении брака и сертификат по поводу массажа. Какого? Это мне зачем? Ну, так, чтобы тоже... Чтобы у меня тоже было, и если что, я могла воспользоваться мандаринами. Я уже знаю мандаринов. Ваша честь, на самом деле... Так, сертификат не надо, а свидетельство о браке, пожалуйста, передайте. Или вы хотите взыскать денежные средства, потраченные на курс? Нет, мне понравилась сама, в принципе, процесс замечательный, поэтому... У вас все? Просите развести? Да, я прошу развести и пополам... Расторгнуть брак и разделить машину. Ответчик, слушаю вас. Ваша честь. С сыском согласны? С сыском не согласен. Ну, то есть, я согласен на развод. Вы согласны на развод? На развод я согласен, но делить имущество я не согласен. Почему? Это как так-то? Да вот так. Дело в том, что я уже полтора года, как не живу со своей женой. То есть, мы фактически разведены, то есть, мы живем порозень. Я собрал вещи... Что значит фактически разведены? Вы фактически разведены будете тогда, когда будет вынесено решение суда о расторжении брака. Судья говорит. Хорошо, мы не живем вместе. Более полутора лет. Чем вы можете это доказать? Ну, во-первых, я по порядку могу полностью все рассказать. Значит, изначально я собрал свои вещи и уехал к родителям в Чертаново. У нее своя квартира. Квартира от родителей. Она куплена еще до нашего совместного проживания, так скажем. И вы с истом проживали в этой квартире, правильно? Да, вместе, да, правильно. Я на ее квартиру не претендую, потому что... Мы не будем наши семейные, прям вот такие, прям интимные вещи выносить на всеобщее обозрение. Но вы уже и так вынесли, уже про мандарины рассказали. И мандарины все было... Знаете, единственное, за что мне стыдно, за то, что я, когда жил без нее, я... Думал, ее верну. И поэтому не хотел разводиться. За что стыдно? За то, что, может быть, проявил какую-то немужскую силу и пытался как-то вернуть, хотя она уже жила с другими мужчинами. Может быть, это не совсем, конечно, правильно, пытался ее добиться, но... И что? А что стыдиться? Что здесь стыдного, если вы хотите вернуть женщину, которую... Нет, хотел вернуть. Сейчас уже не хочу. Полгода назад, слава богу, я встретил замечательную девушку, Наталью. Ой, я послушаю, там святая там нашлась у тебя. Давай ты не будешь обижать Наташу. То есть вы живете с другой женщиной? Да. Я живу уже с другой... Вы у родителей живете? Нет, нет, мы снимаем жилье. Вы снимаете жилье? Да, мы снимаем жилье. А фактически не проживаете совместно с супругой полтора года? Да, все правильно. Машина когда приобретена? Машину я купил полгода назад. Это было, сейчас скажу. У меня даже есть договор купли-продажи. Это было 16 марта 2017 года. Вот, соответственно, я работаю водителем такси. Это мой единственный заработок. И теперь ни с того ни с сего, когда я... Ну, получилось так, я могу просто более подробно рассказать, что... Когда ее бросил мужчина с работы... Какие поздания? Она решила мне на звонить и просить ее отвезти в больницу. Хотя никакая не больница, обычно зубной. Но чтобы не было какой-то недоговоренности, я с собой взял, конечно, Наталью. Куда же без нее-то? Чтобы она видела вот мою бывшую жену, что мы никуда, а вот именно едем в больницу. Когда она видела Наталью, она устроила жуткую истерику и сказала, давай разводиться. Я говорю, с удовольствием давай разводиться. Теперь принесла... А что, молча должна была? Теперь, Ваша честь, принесла вот эти предметы, которые я ей покупал. Которые я покупал тебе, Марина, не надо рассказывать сказкой. Три года назад... Посмотри на зонтик. Ну, три года назад куплен зонтик. Тебе не смешно? И твои перчатки. Вот. И теперь хочет со мной развестись. Сама я их положила в свою машину. Я только за. Теперь я за развод, потому что, ну, лучше Наталья, я никого не вижу. Но машину я купил, уже не живя с Мариной. То есть полгода назад я купил машину, а мы уже полтора года не живем вместе с ней. Передайте, пожалуйста, документы. Что-то еще хотите пояснить суду? Да. Дело в том, что, чтобы, ну, убедиться в моей правоте, у меня есть свидетель. Замечательная соседка... Ой, нашел, кого привезти. Давай еще весь дом приведем. Мария Никитична. Истец. Она 8 лет с нами живет. Я вам делаю замечание. Она раньше с нами жила в одном доме, на одной лестничной площадке. Где? В том доме, в котором находится квартира... В котором я раньше жил вместе... В котором я раньше жил вместе... Истца. То есть она может подтвердить, что вы не проживаете в этой квартире уже полтора года, так? Так точно, Ваша честь. Ну, так подтвердить, конечно. Хорошо. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Свидетель ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Восьмисова Мария Никитична. Что вы можете пояснить по существу иска? Вам известно, что предъявлен иск о расторжении брака? Да, Ваша честь, неизвестно. В доме, где проживает сейчас Марина, я сама в его строительство. У нее родители были, царство им небесное. Ну, прекраснейшие люди, в отличие от нее. И я эту ситуацию хорошо помню. Весной 2016 года Артем вывозил свои вещи. Когда Артем выехал только в обед, его след еще не остыл, а эта вертихвостка взяла и хахаля уже привела. Еще раз делаю вам замечание. Суд выслушает всех. Что значит, не слушайте? Если не можете слушать, я могу вас удалить в коридор. И вы там постоите и подождете. Извините. Решение суда, например. Продолжайте. Так, Ваша честь, она такого мужчину привела под стать себе, но неприятнейший человек? Так он, знаете, что выдумывал? Мусор ставил и не выбрасывал в мусор провод. И на всю личностную клетку так воняло. Уж не знаю, чем вы там питались. Ой, вам-то не знать. Скажите, пожалуйста, ну вот получается, что у вас прекрасное отношение с ответчиком. Вы недолюбливаете истца. Не означает ли это, что вы заинтересованное лицо? Нет, Ваша честь, я не заинтересованное лицо. Что Марина, что Артем, мне как бы не родные люди. Но я ради справедливости здесь. И поэтому я хочу подтвердить, что именно весной 2016 года Артем съехал, и больше я его там не видела. А истец проживал с другим мужчиной. Да, но и этот уже убежал от нее. Ваша честь. Так, истец, что вы хотели добавить? Я хочу добавить, эта соседка, она просто мстит мне. Потому что я вызвала эвакуатор однажды, когда ее сын поставил машину на тротуар. Какой сын, милочка? А что не было такого, хотите сказать, Ваша честь? Я считаю вообще так, незачем слушать всякие там сплетни и выживших из ума старух. Марина, как так можно? То есть вы хотите сказать, что вы до сегодняшнего дня проживаете вместе? Ваша честь, да, мы до сих пор живем вместе. Как мы живем вместе, Марина? Ну что ты говоришь? Так, ответим, что мы живем вместе. Дайте я истцу сказать. То есть вы живете до сих пор вместе? А они просто сговорились специально против меня. Вместе-то втроем. Какая цель-то у них? Какая цель-то у них, что они сговорились против вас? Чтобы не получить половину стоимости, мне автомобиль. Чтобы не разделить автомобиль. Вы так считаете? Можно вопрос только один? Если мы живем вместе, почему я не живу в твоей квартире? Да, никаких вопросов. Суд задает вопросы, и уже все выяснил. И удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Она говорит, что вот у меня лайки, и то к ней тоже добавляются. И почему тогда ко мне придается? Ну я же в ответ-то не лайкаю. Слушайте, вы семью создали, ребенка родили. Вы вообще о чем здесь в суде говорите? Юные родители успели родить ребенка. Только оторваться от любимых гаджетов не успели. Теперь жена готова развестись с мужем из-за страшного предательства. Измены через интернет. Он слова сказать не может. Скромно. Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. Также суд принял решение. Иск о разделе имущества оставить без удовлетворения. В данном случае суд отказывает в разделе имущества, ИСУ, в связи с тем, что в судебном заседании установлено, что фактически брачные отношения между ИСом и ответчиком прекращены полтора года назад. В то же время машина, спорная машина, приобретена ответчиком на свое имя полгода назад. То есть тогда, когда супруги уже не проживали вместе. И данное имущество, по мнению суда, не является супружеской собственностью. Именно поэтому в разделе отказано. Решение понятно? Добился? Дело закрыто. Прошу, потому что правда. Да, конечно, правда. Она всегда на стороне того, кто прав. Решение суда. Иск удовлетворить. Я не знаю, с чего мой супруг так вообще решил. Я считаю так, что если мы машину приобретали в законном браке, то она должна была быть раздельна пополам. Если бы полтора года назад Марина бы не появилась, я так не захотела бы погулять. Сейчас была бы у нас нормальная семья. А так, получается, и мужа потеряла, и все. А я, слава богу, приобрел и новую любовь, и остался при своих. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Чего за 3 тысячи? Это не смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Светлана Левченко обратилась с иском о расторжении брака. Ответчик Дмитрий Левченко уверен, что семью нужно сохранить. Слушается дело по иску о расторжении брака. Истец Левченко Светлана Константиновна. Ответчик Левченко Дмитрий Павлович. Истец, слушаю вас. Ваша честь, я требую развода со своим мужем. В общем, мы живем вместе больше года. И за это время у меня накопилась к нему куча претензий. Например, он не утверждает себя работой, чтобы была достойная зарплата. То есть он уходит с утра, с самого раннего утра и до вечера сидит. А по-твоему, кто работает? Я постоянно работаю. Не перебивай меня. И утром, и вечером. Ответчик, не перебивайте истца. Сидит, значит, на работе до вечера, приходит ночью, остальное время проводит в интернете. А я одна с ребенком. У нас ребенок... У вас родился ребенок? Да. Маленький ребенок? Маленький, ему семь месяцев. Семь месяцев? Да. А кем работает ваш муж? Он что-то с авиационной компанией, не знаю точно. Я работаю в аэропорту, стажер. Помимо этого, я еще обучаюсь в университете. То есть вы работаете и учитесь? Да, мне приходится и работать, и учиться. Хорошо, ответчик, чуть позже дальше поясните вашу позицию. Пожалуйста, продолжайте, истец. Вот, но последней каплей стали его измены. В общем, я залезла к нему в компьютер. У меня есть доказательства. Зачем вы это сделали? Ну, потому что он вечно там сидит. Мне стало интересно, что он там делает постоянно. Спросили бы. Я спрашивала, он говорит, работаю. А если работаю, где тогда деньги все? Какая зарплата у ответчика? 25 тысяч. 25 тысяч. Какая у вас зарплата, ответчик? 25 тысяч. 25 тысяч. Ну? Ну, это с работы, с его. Он говорит, у него ютуб-блог свой в интернете. Где с этого прибыль? Так, правильно. Откуда она будет, если нужно раскручивать канал? А у меня из подписчиков только она. И она мне запрещает добавлять людей. Откуда у меня будут деньги? Представляете, он пишет девочкам комплименты, лайкает их, расставляет им комментарии разные. Я считаю, что если человек так в себя ведет в интернете, то ничего ему не помешает в жизни тоже. Пойти с ней встретиться, погулять. Это как секс по телефону. Он их не видит, но пишет их. Да хватит ерунду говорить. То есть вы на всякий случай решили развестись, потому что считаете, что впоследствии... Я считаю, это измена. А, вы считаете, что это уже измена? Полная ерунда какая-то. Не было такого. Никакая не ерунда. Он им... Комплименты девушкам. Комплименты пишет. Разные. Какая-то красивая. Ставит лайки. Так. А я даже не могу быть такой, как они, понимаете? Мне некогда маникюр сделать, вон, как у этих красавиц, которых он называет. Я постоянно с Алешенькой сижу. Что я сделаю? Ну, Алешенька подрастет, пойдете, сделайте маникюр. Так я о том же и говорю, она не хочет время тратить. Я устала от этого. От чего вы устали, естественно? От того, что я целый день сижу с Алешенькой. Никакого внимания, никакой супружеской Жени. Он приходит домой, на Алешеньку вообще никакого внимания не тратит. А я по твоему не работаю, я не устаю. Что так легко мне? Отвечек, ну что вы не успокаиваетесь никак? Ну, сейчас расскажите мне, какой вы хороший отец и муж. Пока что истец говорит, что вы не уделяете ей внимания. Никакого. Вы не помогаете ей с ребенком. Ей некогда маникюр сходить сделать. При этом у вас находится время сидеть в компьютере и ставить лайки девушкам. Так это же я для работы делаю, а не так. Лайки ставите для девушек. Я же вам говорил, что у меня ютуб-канал. У вас один подписчик, кому вы лайки-то ставите? Вы ставили бы лайки вашей жене? Так я не могу ставить, потому что она всех удаляет, запрещает. Так откуда будут подписчики? И как я заработаю тогда? Никак. Не знаю. Вот и я не знаю, как мне быть. Документы какие у вас имеются? Вашему ребенку 7 месяцев. Вот свидетельство рождения сына. О заключении брака. И еще скрины я соскринила, как он комплименты им пишет. Передайте документы. Я, например, видела в Инстаграме, выкладывают мои подруги, что они, мужья, шубу покупают. Я тоже шубу хочу зимой. С Алешенькой знаешь, как холодно гулять на морозе? Я в курточке тонкой хожу. Он денег не дает вообще. Правильно, я не даю, потому что я зарабатываю. Кольцо с бриллиантами тоже разное. Я стараюсь сдавать деньги. Конечно, шубы не будет. Нужно время. Мы еще молодые. А что будет? Где твои подарки? Какие? Мы еще... Я тебе мелкие подарки даю в кино вожу. Так, уважаемые стороны, перестаньте разговаривать с друг другом. Конечно же, вот эти скриншоты, вполне себе безобидные комментарии. Ну, тут такие обычные фразы. Крутая фотка. Не девушка, а мечта. И, кстати говоря, пишет одно и то же всем. Просто крутая фотка. Потому что это рассылка идет, ваше честь. Вот именно, что рассылка. А мне почему он такое не пишет? Я тебе каждый день говорю об этом. Зачем ты писать буду? Что за детский сад, истец? Почему он вам это не пишет? Это не детский сад. Ну, потому что, наверное, вы такие фотографии не выставляете в интернете. Да мне некогда это выставлять. Вот именно. Найдите время. Я тебе такую люблю, какая ты есть. Выставьте красивую фотографию. Вы получите лайк от мужа. Ответчик, рассказывайте. Ваша честь. Ваше отношение к иску. Да, я не хочу разводиться. Я ее очень люблю. У нас было хорошо и будет хорошо. А что же вы лайки-то ставите другим девушкам? Так я же объясняю. Это для работы. Это для ютуб-канала. Ну, что вы мне голову морочите? Для какой работы? Там ничего такого нет. Вы сами видели. Это рассылка идет обычная. Тем более, если какая-то телочка ко мне липнет, так я что должен? Кто к вам липнет? Девушка. Девушка к вам липнет. С чего это она к вам липнет, если вы женатый человек? Ну, красивый может, потому что я не знаю почему. Вы красивый? Ну, да. Вы себе льстите, отвечайте. Ну, я не знаю. Я же не могу от их стороны говорить, почему никому не липнет. Вы думаете, что если вы будете лайки ставить под фотографиями девушек, вы денег заработаете, что ли? Ну, это один из критериев заработка денег. Можно взять лицензию таксиста, например. И по ночам, вместо того, чтобы заниматься ерундой, зарабатывать живые, реальные деньги. Можно обратить внимание на свою прекрасную жену, которая родила вам прекрасного ребенка, и которой дома целый день. Почему я вам, собственно, рассказываю? Я ее очень люблю. Вот вы говорите, что вы не согласны с расторжением брака. И что вы просите у суда? Я хочу сказать, что я ее очень люблю. Я уже это слышу, проявляется твоя любовь. И сделаю все, что можно. Что вы будете делать? Я буду зарабатывать деньги. Пускай не сразу, ну, со временем они будут. Через сколько это будет? Я больше не могу ждать. Пиздец, подождите. Дайте отвечу пообещать вам хотя бы. Это не такой легкий труд. Только обещание слышу. Мы же изначально женились с тобой по любви, правильно брак был? Я не думала, что... Ты же меня любила, у меня же не было миллионов. Ну, я тебе обещал, что они будут, но не сразу. Должно время пройти. Ответчик, расскажите мне, как вы намерены сохранить семью? Ну, в первую очередь я бы хотел убрать, наверное, YouTube-канал, раз ей это не нравится. Еще постараюсь, конечно, с работой, как учеба закончится. Когда у вас учеба заканчивается? Еще три года мне нужно. Три года? Нет, не годится. Ну, постараюсь... Три года это слишком много. Пойду на вторую работу. Я буду делать все, что возможно. У тебя вообще не будет дома. Потому что я ее люблю. Правильно, я же... Истец, вы определитесь, вы хотите, чтобы муж зарабатывал или чтобы он дома сидел, рядом с вами? Нет, хочу, чтобы зарабатывал. Вот. Для начала. Она говорит, что вот у меня лайки, и то... К ней тоже добавляются, и бывшие добавляются. Я ей говорил, удали. И она... Я же не пишу им ничего, и не общаюсь с ними. Но ты же тоже фотки выкладываешь, и они тебе лайкут. Я ей говорил, не нужно этого делать. Почему тогда ко мне претензии? Но я же им ответ-то не лайкаю. А как, по-твоему, комментариев не было разве? Нет. Разве лайков не было? Нет. Слушайте, дорогие мои, вы семью создали, ребенка родили. Вы вообще о чем здесь в суде говорите? Какие лайки? Какие бывшие? Вы создали семью. Вы взяли на себя ответственность друг за друга. У вас есть ребенок, которому всего 7 месяцев. Вы вообще понимаете, чем все это грозит, если суд расторгнет брак? Вы будете приходящим папой. Вы останетесь одна с ребенком на какой-то период времени. Может быть, вы встретите достойного человека. А может быть, нет. Вы вообще понимаете, что происходит? Понимаю. А у меня такое впечатление, что нет. Вы мне рассказываете про то, что кто-то куда-то добавляется. Какие-то социальные сети, какие-то лайки, комментарии. Повзрослейте уже. Что вы просите у суда? Чтобы нас не разводили. Чтобы не разводили. Срок на примирение просите? Да. Хорошо. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. С вашей стороны свидетеля. Свидетель отлично, войдите. Вон у вас мама какая молодая. И красивая. Красивая. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, ваша честь. Это Мара Андреевна. Левченко. Мама Дмитрия. Мама ответчика. Что я хочу вас попросить? Отсрочить процесс развода. Свидетель, вы не можете просить, что бы то ни было. Вы можете только дать свои пояснения. Хорошо. Буду давать свои пояснения. Почему я придерживаюсь такой позиции? Молодая, красивая пара. Завели ребенка. Но они еще остались детьми, к сожалению. Они еще не повзрослели. Какие дети? Да дети, дети. Спокойно, Дмитрий. Это все мы так, видно взрослым нам. Я приезжаю к ним каждый день, пытаюсь их вразумить. И со Светланой мамой бы тоже прилагали им усилия. Но у них каждый день детские истерики. Ребенок плачет. Светлана и Дмитрий сидят в смартфонах, обидевшись друг на друга. Если бы у нас со Светланой мамой была возможность отключить интернет, мы бы подали бы встречный иск на отключение вот этой вот погубной привычки. Они у нас не пьют, не курят, но у них есть, к сожалению, вот другая зависимость. Интернета маленькая. И уже они достаточно взрослые, смартфоны не отнять. Да, там, к сожалению, они смотрят как короткие петражки, рекламу каких-то красивых картинок, автомобили, дома, виллы и так далее. Если кто-то так живет. У Дмитрия неплохая профессия перспективная. Я тоже хочу так жить. Как на картинках с автомобилем. От того, что вы вот так сидите в телефоне, это не наступит. Можно сколько угодно смотреть картинки, видео и так далее. Ничего не произойдет. Но с вашим ребенком может произойти несчастный случай. Пока вы будете в интернете сидеть, он куда-нибудь залезет. Это сейчас ему 7 месяцев. А через 3 месяца он уже побежит. Вы будете в телефоне, а он у вас что-нибудь со стола стащит горячее. Не дай бог. Вы об этом должны думать. Я и говорю вам, позарослеть нужно. И свидетели об этом же говорят. Поэтому лучше время уделяй ребенку своему. Я и так ему все свое время уделяю. Нам с высоты их родителей видно, что они все-таки любят друг друга. Но вы считаете, что между ними чувство есть? Это все-таки большой труд. Если люди прожили 40 лет, как будто бы со стороны счастлива, то это обоюдный труд со стороны обоих родителей. И если Светлана возьмет на себя ответственность матери-одиночки, одной воспитывает ребенка, тогда она своего супруга, когда-то любимого, избавит от этого бремени ответственности. Каким образом? Она на себя вызвалит мужские обязанности. По снабжению денежными средствами и так далее. Нет, ничего подобного. В случае расторжения брака отец не перестает быть отцом. Обязан содержать ребенка, обязан участвовать в его воспитании. Другое дело, что он будет, как я уже сказала, приходящим папой. Это будет отражаться на ребенка. И, конечно же, естественно, не будет. Ребенок не может жить без отца. Ну как это? Конечно, не может. Но только для того, чтобы ребенок не жил без отца, вы должны стать отцом. Так я и хочу. Я делаю для этого все возможное. Не психологическим отцом, а отцом в полном смысле этого слова. Это сейчас ему 7 месяцев. А потом в дальнейшем-то ему уже нужно будет уделять время, воспитывать его, пример показывать. Поэтому, Светлане, я хочу сказать, чтобы ребенок наш рос в полной семье. Суд удаляется для вынесения решения. Суд выносит определение об отложении дела. Предоставляет сторонам срок на примирение. Максимальный срок 3 месяца. Данное решение суд принимает в связи с тем, что стороны являются молодой семьей. Есть маленький ребенок, которому всего 7 месяцев. И, конечно же, учитывает несогласие ответчика с расторжением брака и его просьбу предоставить срок на примирение. Очень хочу, чтобы ваша семья сохранилась, чтобы вы оба повзрослели, стали взрослыми людьми, нормальными родителями и больше не пришли в суд с требованием о расторжении брака. Все понятно? Дело отложено. Прошу всех встать! Решение суда. Назначить срок для примирения. Я все равно не верю в его слова и обещания и прощу его только тогда, когда увижу какие-либо действия или результат. Я буду бороться за свою семью. Если нужно, я ей куплю кольцо. Но главное, чтобы семья была полноценная. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Ты в суд пришла или в кабак? Люда, ты в суд пришла или в кабак? И его вылечить и в башню. А ты сама работаешь, сожитель твой работает. А мы на что? На мать с нам поймите. У церкви стоять, побираться. Побирайтесь. Да ты услышь ты меня, Господи, хоть бейся. Ты услышь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому